Одну сосиску. Отдирайте. Всем привет, друзья! Мэй, с вами снова Костя. И сегодня я приехал домой к Анютке. Она обещала мне приготовить какое-то модное сейчас в Корее блюдо. И сейчас мы пойдем в магазин, купим все составляющие этого блюда. А потом она немножко рассказывает, что это такое. Аня ищет правильное. Нам нужны такпоки. Это от франчайза Джуси. Это известный такпот в Корее. И они сделали такие быстро приготовляемые. Первое, что нам нужно. Вот такой рамян со вкусом спагетти. Их мы будем смешивать. Это наша банка. Что добавляем к нему? Сюда нужно одну сосиску. Одну сосиску. И такой стрим-чиз. Квадратный чиз. Тут два плюс один, поэтому я возьму это. Да-да-да. Вот. Еще вот такой чикен мы взяли. Просто, чтобы закусить, так сказать. В общем, история этого блюда такая. Есть корейская айдол-группа God7. И, наверное, если вы увлекаетесь Кореей, вы ее знаете. И там есть американский участник. Его зовут Марк. И он придумал комбинацию блюд из пёна-джома, конвиниен-стора. Которая стала настолько популярной, что каждый мокпанер корейский в Корее это блюдо попробовал и снял на него реакцию. Так что сегодня я буду готовить это блюдо для Кости, так как Костя это профессионал королевского рамена. И сегодня я сделаю новую версию королевского айдол-рамена. Окей. В общем, у нас тут кола, зиро, потому что... Она не входит в рецепт. Потому что мы ее любим. Вот, в общем, это рамен со вкусом спагетти. Он без бульона, без всего. Давайте я его открою сначала. Я один раз его готовил, и у меня не получилось, потому что я не слил воду. И все равно туда осталось. Неслился суп. Да. Некоторые рамены нужно сливать. И вот тут показано даже. Да, вот если тут есть такая штучка... Надо заварить и слить воду. Какие цены того, что мы купили? Давайте посмотрим. Рамен спагетти стоит 1000 вон. Дешевый. Где-то тут будет перевод. Такие такпоки, они немножко дороже. Они стоят 2900 за вот такую порцию. А что у них есть? В общем, если вы откроете, тут есть вилочка. Ток. Вот так он выглядит. Вот это сунде. Оно такое... Его покрыли каким-то желейным слоем, чтобы оно дольше держалось. Ну, как будто как это еда быстрого приготовления все-таки. Затем соус такпоки. Это соус очень вкусный. Да, особенно от этой компании. Потому что это в целом ресторан такпоки, они сделали в коллаборации. И сушеные овощи. Сублимированные овощи. Мы взяли три сырка, но там была акция 2 плюс 1. И поэтому вышло 2600 вон. Вообще вам понадобится... Да, вообще вам понадобится две. Затем мы взяли одну сосиску. Наша любимая. С чесночным вкусом. И сосиска стоила 1800 вон. Вот. И это в рецепт не входит, но мы просто с Костей решили на всякий случай взять попробовать. Курица. Она стоила 3800. Нормальная. Самая дорогая. А такпоки готовятся дольше всего, поэтому я начну с них. И что нам нужно? Вот здесь есть рецепт. Вы должны открыть ток. Высыпаем его сюда. Собираем эту штучку. Открываем сунды. Все сразу? Да. Вот так. А, затем добавляем вот это. Сублимированные овощи. Отлично. Из рыбного пирога. Типа такой рыбный пирог, мне кажется. Отлично. Вот. И теперь заливаем соусом. Кладем весь соус. Ууу, фейкс. Ой, он какой-то нежидкий. Потому что нужно добавить воду. А, отлично. И положить в микроволновку. Я тут заранее вскипятила воду. И по линии, как и с раменом, вы должны ее добавить. И что, еще в микроволновку? Да. Это же готовка квадрата. Накрыть крышкой и на 3 минуты 30 секунд поставить. Все удобно. Да, и пока готовятся токпоки, мы зальем водой наши спагетти. Смотрите, тут есть 3 соуса. Это овощи. Такая типа пудра. Я не уверена. И вот такой соус. Ну, я еще сейчас посмотрю. И вот эти 2 нужно положить сначала. Как бы бульон и овощи. Бульон, как бульон. И это тоже заливаем водой. Ну, это как обычный рамен. Сколько там готовится, не знаю. Подождем как раз, пока токпоки будут готовы. И лапша уже тоже будет. Пока все это доходит, мы с вами нарежем сосиску. Мы с Костей очень любили в детстве кушать. Нарезали хлеб, сосиску, сыром покрывали все и заливали кетчупом. Посмотрим, готов ли рамен. Тут есть такая штучка. Отдирайте. Можно сливать. Технология. Это долгий процесс, но он того стоит. Теперь берете посуду. Ну, вообще, это можно все смешать тут. Но, чтобы это выглядело более по-королевски. Открываем токпоки. Так и выглядит нормально. Да, все хорошо. Аппетитно. Так, вот эти токпоки выливаем. Сюда. Так. И добавляем лапшу, которую мы только что с вами сварили. А также у нас был томатный соус внутри. Его мы тоже добавляем. Нужно быть очень осторожными. И не надевать белое, пока вы это кушаете. По-корейски это называется маккэ чонсик. Чонсик это как, типа, курс. Ну, вот. Еда. Еды. Ну, типа, да. Поэтому на русский можно перевести как способ марка. Добавляете наших сосисок. Теперь сыр. А, ну, надо будет разрезать? Разорвать. Окей. Я уже понимаю, к чему это все идет. Чечил какой-то. Руки мыло? А мыло только что. Перед тем, как готовить, тоже. Это будет корона блюда. Коронное блюдо. Ну, вы вообще можете взять, как это, тертый сыр. Но в рецепте был этот, поэтому я его добавлю. Две штуки нам хватит. Как вы знаете, я худею. И у меня есть канал корейский, который я веду со своей корейской подругой. Называется Фанта Ти Ви. И в первый раз я попробовала это блюдо там. И оно было настолько вкусным, что я решила приготовить его кости и показать, как вам его делать. Я всегда рад пробовать. Ну, я надеюсь. Вот так. Ну, все, давай в микроволновку. Ставим в микроволновку. Готово. Я же леди, подожди. Перестебаем. Нет, это будет леди. Вот так выглядит наше адски горячее блюдо. Мне кажется, это очень и очень красиво. Вот такое вот блюдо вышло. Я думаю, что на двоих этого точно хватит. А еще у нас есть вот такой, не знаю, чикен, курица. Тут есть даже картофель. Я думаю, что это будет очень хорошее дополнительное блюдо. Ну что ж. Ну давай, попробуем. О, я еще все впитала влагу. Это так прикольно. Положи так-вокки. А что там еще есть? Так-вокки. Положил. Сундей. Попробуем. Давайте попробуем, что у нас получилось. Я попробую макароны, как острое спагетти. Сосиска вообще подходит. Может, теперь сун, да? Все очень вкусно. Поэтому, если вы смотрите макароны, абсолютно все корейские макароны делали это блюдо. Но кто-то немножко менял. Да. Оно прям такое разошлось вирусно. Угу. А что тебе больше всего нравится в этом блюде? Мне нравится, как такой сладкий соус спагетти приобретает остроту из-за соуса такпоки. Угу. И сундей очень, мне кажется, сюда подходит. Я вообще не очень любила сундей, но в какой-то момент опять начала любить. Ой, я обожаю сундей. Я знаю. Я в детстве не любил, потому что кровяная колбаса, фигня какая-то. Но когда наша мама приехала в Корее, она сказала, фигня эта у них сундей, потому что она из Средней Азии, и в Корействе из Средней Азии готовят там в основном мясо в этом сундей. Там печень, почки, ну не знаю, как готовится именно эта колбаса. А в Корее в основном там этот, фунчоза. Угу. И я тоже помню, так как в детстве нас заставляли кушать сундей, ну типа это же такой деликатес, так вкусно. Но я помню до сих пор, что мне очень не нравилось. Но мне говорили, пока не доешь, из-за стола не станешь. И когда я приехала в Корею, я все эти 7 лет не ела сундей. А недавно, когда вот мы готовили вот это блюдо, здесь были вот такие сундешки, и это было так вкусно. Ты все это время не ела сундей? Да. Очуметь. И даже вот этот не ела, когда ты приходишь в уличную еду, они там где дают митян, всякие такие. Я там кушала только жареные креветки. Очуметь. Ты столько потеряла в своей жизни, я же вам показывал, да? Сколько там всего вкусного. Мы даже еще давно с тобой, когда снимали видео про такпоке и уличную еду, ты, наверное, не помнишь, но я сундей не кушала. Ты себе заказал, а я ела такпоке. Ты крейзи. Очень затягивает это блюдо. Попробуем курицу, которую нам предоставили в этом магазине. Предоставили, мы купили. Это сунсал, я так понимаю, филе. В панировке, а панировка такая сплошная, мягкая. А внутри наггетсы какие-то. А это курица? Это курица, но это не похоже на филе. Не ножка, а вот соединение голени. Бедро. Бедро. Не, у меня, по-моему, грудка. Сухое немножко мясо. Потому что это называется чикен канжон. И канжан, это вот сухое очень. А это батат. В сиропе. Вот такого он цвета, непривычного. Корица очень любит текстуру. Ну и вкус картофеля. Такого батата. Но вообще он у них считается немножко деликатесом. Вообще, есть даже картофель. Не, как бы он не деликатес такой, о, мало кто может попробовать, но он почему-то дорогой. Все его любят. Мне кажется, в России тоже батат очень дорогой. Да. Но картофель тут тоже дорогой. Да. У нас картофель, это, наверное, самое дешевое, что есть. Корейцы еще не очень понимают, как я люблю картофель, но не люблю батат. Я тоже не понимаю. Но мне кажется, это совершенно разновесие. Это все равно, что огурец с сахаром кушать. Да, в некоторых случаях, разобеченный в костре батат, он такой же вкусный, как картофель. Вау. Ну, спасибо большое за это блюдо. Большое. Мы его сейчас доведим. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, обязательно пишите в комментариях. Попробуйте приготовить его обязательно дома, если вы, конечно, сможете найти ингредиенты, которые предоставили нам сегодня в магазине Анны. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Не переключайтесь. С вами была Аня. Костя. Канал Ти Пати. Увидимся в следующем видео. Пока! Пока!